Вселенная без разницы. Если вы о чем-то думаете, хотите вы или не хотите, если вы об этом думаете, вы эту ячейку наполняете энергией, и она у вас падает в виде события. О чем вы думаете, вы выбираете этому место быть в вашей жизни. У меня девочка знакомая, а у нее папа бухал, она не терпеть не может алкашей. То есть у нее идет сопротивление против алкоголизма. Так как у нее вот здесь, помните качели? Или палочку вот так сейчас к стене. Если мы вот здесь, то чтобы выровнять, надо сюда что-то положить. То есть против чего мы сопротивляемся, то мы будем притягивать в своей жизни, чтобы было равновесие. Вот так. Космос так, микрокосмос и макрокосмос. Так закон вселенский устроен. То есть она с детства не принимает алкоголиков. И Вселенная ей будет эти события накидывать. Как она их накидывала? Вот если где-то эта пьяная алкашина засыпает в подъезде, то следовательно под ее дверями. Если он в трамвае садится на коленочке, то к ней. Если он в магазине падает на кого-то, да, ну понятно, что на ее. А мать купила квартиру ей и брату. Брат успешно квартиру пропил, мама велела взять его к себе. То есть у нее алкаши стали жить дома. И чем больше сопротивления, тем больше этих ситуаций вынуждена Вселенная накидывать. Вы понимаете, о чем я? Против чего вы быкуете и сопротивляетесь? Вы выбираете быть этому в вашей жизни. То есть брат пришел на ее территорию. То есть это периодически пьянки, друзья, гулянки. Мы с ней, ну она такой близкий знакомый круг, она попадала на тренки, я пыталась ей донести, но она там барану включила, но это ее жизнь. Вот. Потом, значит, как-то мне звонит, ревет в телефон. Оксана, можно я приеду? Она приезжает, центр как раз в Незеленке еще был. Вот. Приезжает, девочка небогатая, решила бы в кредит брать. Она, значит, раздевает его входом, так вот бросает на пол. Я уже сразу понимаю, что что-то не то. Она ходит в кресло, садится, начинает мне рассказывать. Но так как это не клиент, я могу себе позволить быть сама собой. Она рассказывает. Приехала мама из деревни, там собака умерла. Мама непьющая пенсионерка такая, возрастная тетенька, и она с мужиками, с этими, с пацанами, там забыли, были. Она с ними забыла, ушла. Она говорит, я день прихожу, она пьяная, а на второй день она кверху панталонами, тут куча нарыган. Ну, она как-то все это так весело рассказывает. Я ржусь, я говорю. Я прям нахально сижу, хохочу, мне слезы поморли, тушь размазала уже. В какой-то момент она просыпается, что я ржу-то. Оскорбилась, она говорит, а ты что ржешь-то? Вон, здесь я включаю психолога, я говорю. Наташа, мне просто интересно. Мне просто интересно. Что вселенная еще такого замутит, чтобы тебя остановить? Ну, у нас осталась сирка. Сирка – это ребенок 3 года, ее дочь, которая в садику у тебя. Я говорю, приходишь, они у нянечки украли бутылку водки, напились, памперс, нарыгали, и вверх памперс на сирку лежат. Идея же понятна? Ну, то есть чем-то уже... Я пошла уже по святому. Женщина не пьющая. Понимаете идеи? Вы маленько-то дышите, все такие сфокусированные ребята. Все окей, мы живем. То есть у нее сопротивление. Чем больше сопротивления, тем больше. Вот в этом месте она встала, у нее что-то сломалось. Она говорит, господи, да хоть запейтесь. Взяла, одела шубу и вышла. Ее не стало трогать. Из ее жизни ушли алкаши. Идея понятна? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok